Такие румяные, аппетитные, золотистой корочкой перепелки получились. Готовятся очень быстро. Три секунды, буквально в прямом смысле слова, три секунды и перепелочки уже готовы. Если вы хотите узнать, как правильно и быстро приготовить таких аппетитных перепелочек, смотрите это видео до конца. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я приготовлю перепелочек. Рецепт будет самый простой, проще, вообще некуда. Я специально взял перепелочек и покажу, как можно легко, быстро их приготовить, сохранить максимально вкус перепела, подчеркнуть его достоинства. Это все будет очень легко. Сейчас я возьму немного зерен можжевельника или ягод. И совсем немножко черного перчика. Вот так. У перепелов я поснимал перышки, какие где были, и волосики. Они стали такими чистыми и красивыми. Немного лимончика. И сбрызну перепелов лимонным соком. Это даст приятную кислинку, слегка промаринует и размягчит мяско, а также на мокрую тушку будет легче ложиться пряности и соль. И шейки, и кончики крылышков я оставляю. Ничего убирать не буду, потому что рецепт быстрый, простой. Я показываю максимально, как можно легко, без возни, приготовить перепела и насладиться его волшебным вкусом и ароматом. Посолить. Солю совсем чуть-чуть. Внутрь чуть-чуть напихать. На четыре тушки перепелочки я взял три маленьких зубчика чеснока и натру их именно внутри чесночком. И совсем чуть-чуть сбрызну оливковым маслом, чтобы мясо было сочнее и ароматы из пряностей приходили в мясо. Чтоб понравилось моим друзьям. Духовка разогрета до температуры 200 градусов. Вот так легко и быстро я замариновал перепелочек. Оставляю их на часик. На перепелочек я сверху положил по кусочку сливочного масла. Прошло 10 минут, масло только-только начало растапливаться. Вот так размажу и пусть цыплята дальше греются. Перепелочки. Такие маленькие, такие аппетитные. Друзья, перепелки 10 минут грелись до рабочей температуры и потом еще 40 минут они были в духовке. Каждые 10 минут я их переворачивал с бачка на бочок, на спинку, на животик и смазывал тем сливочным маслом, какое растаяло, чтобы они были все время сочными. Теперь они 5 минут уже отдохнули и я хочу их попробовать. Классно. Очень вкусная перепелочка, сочная, грудка с соком. Вот придавливаешь, видно сок внутри, сверху золотистая корочка. Но чего-то здесь не хватает. А не хватает здесь вот такого вкусного соуса к нежному белому мясу. А ну-ка. Друзья, вот такой белый соус отлично подходит и к курочке, и к уточке, и, конечно же, к перепелочке. Как такой соус вкусный и быстро сделать? Ссылочка вот здесь вверху. Ой, так аппетитно, хочу уже скушать. Если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. До новых встреч.